В далёком 97-м году вышла великая стратегия Total Annihilation, в создании которой принимал участие молодой дизайнер Крис Тейлор. Спустя год к ней вышло дополнение, после чего Крис забросил дело РТС и продолжение так и не увидело свет. Теперь, когда у него есть своя процветающая компания Gas Power Red Games, знаменитый создатель готовит к выходу одну из самых волнующих и многообещающих стратегий будущего года — Supreme Commander. Действие происходит в будущем, когда люди раскололись на три враждующие стороны. У первой, объединённой Федерации Земли, самая организованная и многочисленная армия. Её солдаты пользуются вполне привычными танками, самолётами, подводными лодками и машинами. У второй нации, Сибран, люди поголовно носят в мозгу микрочипы и строят гораздо более продвинутую технику. Например, огромных двуногих роботов, напоминающих мехов из вселенной Мех-Уарьор, и гигантских механических пауков. Наконец, третья сторона называется ЭОН. Её люди обуздали инопланетные технологии и поставили перед собой задачу очистить Землю от Объединённой Федерации и Сибранов. Но чем же будет Supreme Commander отличаться от других стратегий в реальном времени? Как говорит Крис, сейчас ни одна РТС не даёт ощущения настоящей войны. Танки, которые в реальной жизни могут поражать цели на расстоянии нескольких километров, в играх в лучшем случае могут выстрелить на полэкрана. В Supreme Commander будет честно учитываться большая дальность стрельбы ваших юнитов. Например, у игрока есть эсминец, находящийся по другую сторону карты от главного поля битвы. Почти что в любой игре от такого корабля не было бы никакого проку, но здесь вы сможете поражать цели, которые находятся в нескольких экранах от вашего эсминца. То же самое касается танков и артиллерии. Разумеется, карты будут сделаны под стать возможностям ваших машин, огромные, со сложным рельефом и обширными водными преградами. Но при этом Supreme Commander ни в коем случае не станет зубодробительным варгеймом с тонким и неудобным управлением. Здесь тоже необходимо строить базу, нанимать солдат и собирать ресурсы. Их, кстати, по последней моде совсем немного. Энергия и некий минерал, называемый массой. Из этих ингредиентов вы сможете построить сотни машин. Танки, роботов, транспортные средства, корабли и многое другое. Заметим, что транспортные машины станут не такими беззащитными, как это было раньше. Если вы посадите внутрь с десяток боевых роботов, то те начнут огрызаться в ответ, если на транспорт нападет враг. Но главным для вас станет юнит под названием Supreme Commander, гигантский робот, также являющийся командным центром. Физики в игре уделяют особое внимание. Еще бы, ведь траекторию снаряда, который летит через всю карту, нужно рассчитать очень точно. Многое в Supreme Commander может возгораться из-за шальной гранаты и взорвавшегося танка. Эта особенность станет частью ваших тактических действий. Если увидите, что враг ведет свои юниты через лес, то просто подожгите несколько деревьев. Огонь быстро распространится и считайте, что с противником покончено. У нового проекта Криса Тейлора есть все шансы войти в историю стратегии благодаря нескольким необычным и смелым решениям. Именно так в свое время получилось у Total Annihilation. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok